всем добрый вечер маша скажи здрасте я садика уже пришла сходил магазин купил хлеб и купила марине лопату нас попросили в садик принести лопатки деткам играть чтобы там копаться сейчас хочу подписать попросила вашу достать розовый маркер и подпишу и также увидела магазин опять привезли у деток любимые конфетки до маша они очень любят они уже такие съели поэтому я опять баночку купила будешь найди всем раздай ваши любимки также купить печеньки немножко на вечер тут у нас есть печеньки и 4 булки хлеба и все больше ничего не брала вот такие вот покупки сейчас хочу подписать марине лопатку чтобы она зала диёная лопатка и все ты чё мася падаешь ноги отказывают почему подписываю розовым маркером потому что у нас там садике кто-то подписал уже синим маркером поэтому я марине подписываю розовым и все-таки девочка просто пишу тарантина и все такая лопатка чем на 120 рублей стоит вот купила каждый год берем лопатки вот они быстро ломаются вот те нам конфетку на два месяца и этих тоже на два месяца вполне хватит тут два килограмма банк ландеры и друзья вот эти вот покупки сейчас будем готовить ужин надо не ужин а мне надо завтра суп сварить завтра у меня ванюша дома останется марина садик пойдет так дорогие друзья начинаем готовить нашинковала капусты картошку буду суп варить достала кисель буду кисель еще варить поставила воду на супик и воду на кисель и сейчас мне надо еще собаки кашу поставить варить так закинула уже картошку с капустой поставила еще варить то не и сейчас буду разводить кисель скоро вода закипит здесь и будем кисель варить поставила жарить зажарку тут морковка перец и лук перец болгарский красный и зеленый положила перелила я суп в другую кастрюлю потому что такая кастрюлька маленькая получается перелила в эту она пенку опять снять и там уже варится сейчас скоро здесь уже закипает ведь и вода будем заливать кисель а Субтитры сделал DimaTorzok Так, дорогие друзья, варится у меня кисель. Вот такой вот нежный цвет, да, получается розовый, классный. Здесь я уже засыпала зажарку, всё, приправки добавила, пусть потихоньку варится. Вот видим, сейчас немножко туда. Здесь я поставила варить курям. Очистки тут немножко у меня были, и с пшеном сейчас сварю на утро, чтобы им дать. Мы обычно по-разному когда варим, даём. Ладно, вот так вот продолжаем кушать, готовить. Всё, дорогие друзья, кисель сварила, налила, чтобы остывал. Тут ещё целая кастрюля киселя. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А мы сейчас воно остынет немножко и деткам дам пить, а то они уже ждут прям кисель. Пока у меня варится, решила ответить на вопрос по поводу вышивок. Да блин, она все деньги потратила на вышивки, у неё такая гора пришла. Ребят, я видео объяснила, то что вышивки там пришли буквально две, по-моему, или три моих. Раз, два, три. Да. Остальные не мои. У меня заказывают знакомые, есть деревень, есть города. И поэтому они сразу все свои заказы сами оплачивают. Так что я надеюсь, что я на этот вопрос ответила. И не надо тут напридумывать всякую ерунду. Ладно, вот такой вот. Сделала себе зелёный чай. Я сейчас стала кофе пить один раз утром и днём. Всё, я себя ограничила с кофе. Ну вот опять, всё равно без кофе тяжело, голова разламывается. Но это ничего, пройдёт. Я просто такой же кофеман, как мне вот тут моя подписчица написала. Я говорю, тоже кофеман, и я тоже без кофе не могу. Ну вот, видимо, и я тоже без кофе не могу. Но надо немножко отучать себя от такого, от кофе. Поэтому вот так вот. Сейчас довариваю кушать. Курицам ещё поставила, варю. Так что вот как-то так. Да, по поводу влога на одном... О, по поводу монтирования, ребят. Я, да, там перепутала некоторые кадры, местами перепутала. Потом так получилось, что он дома оказался, муж-то. Это просто в разное время снималась. Сначала днём снимала, а потом поздно вечером снимала. Но почему-то кадры вот перепутала, когда скидывала. Ну вот так вот получается. Пока я ещё не умею нормально монтировать. Я ещё только учусь. Ладно. Да, по поводу кульков спрашивали. Всем не всем сдала. Да, почти всем осталось только Егору сдать. Там просто ещё не сказали, в какой сумме. Сегодня вот остатки отдала уже. Маша отдала на кулек 300 рублей. Оксане на кулек 300 рублей отдала. Всё как бы. И остался один Егор. У него как сообщат, какую сумму на будут переводить на кулики. И так сразу же я сдам. Ну Егор, всё, напился киселя, да? Ой, вкусно было? Да. Ещё хочешь киселя? Сейчас я Ванечке дам кисель и вернусь. Всё, дала Ваня киселёчек. Ванечка пьёт кисель. Ваня довольный. Завтра Ваня у меня дома останется. Надо будет педиатру позвонить. Спросить, что ей надо и как. Маша пришла. Маша, бери кисель пей. Ладно, дорогие друзья. Продолжаю варить. Вы оставайтесь с нами. Дорогие друзья, я решила ещё сделать майонез. Всё, думала, что же мне придумать для блендера. Вспомнила, что у меня есть вот такой вот мерный стаканчик. И буду сейчас в нём делать. Тут как раз можно это масло определённо наливать. Тут вот с такими ложечками. Но у меня это когда-то у меня Света попросила купить. Вот я и купила. Так, в целом, пока это отодвигаем. Что нам для майонеза надо? 250 миллиграмм масла. Я решила сразу налить. Так, 250 миллиграмм масла. Также нам надо понадобиться два яйца. Два яйца. Я буду сразу всё сюда слаживать. Так, щепотка соли. Соли, соли. Щепотка соли. Ой, опять крышка отвалилась. Что-то у меня эта крышка прям аж это. Щепотка соли. Одна столовая ложка сухого молока специального, который мне у меня присылала. Вот. 0,5 горчицы. У меня горчица прям так на глаз. И сейчас ещё нам надо одну столовую ложку уксуса. Сейчас достану уксус. Так, достала уксус. И добавляю одну столовую ложку столового уксуса. Можно лимонной кислоты ещё добавить. У меня есть ещё лимонная кислота. Сейчас ещё немножко добавлю лимонной кислоты. Я когда-то покупала вот такую вот лимонную кислоту. И сейчас немножко прямо её сюда добавлю. И сейчас всё это будем блендером взбивать. Ребята, вот такой вот у меня густой. Ваш ложка стоит. Ну, почти стоит. Получился майонез. Очень вкусный. Спасибо большое Оле с Антоном за рецепт. Так что у нас сегодня будет майонез к ужину. Вот сегодня поэтому у нас будет вкусный-вкусный майонез домашний. Спасибо большое за рецепт. Кстати, рецепт я сфоткаю. В видео вставлю фотографию. Если хотите, остановите на паузу. Только я не знаю. Вот тут сухое молоко мне специальное, да, прислали. А там можно любое или нет. Это надо уже, чтобы кто-то написал. Мне вот специальное прислали. Вот я не знаю, когда оно закончится. Что я буду делать? Это вот такое вот сухое молоко с Германией мне прислали. Какое потом можно будет молоко? Я потом спрошу, если что, вам скажу. Вот, сделала. И как раз, видите, этот контейнер понадобился. Когда-то она меня просила купить и хранить будет удобно. А ложечки у меня есть, стяжки. Я на стяжки сделаю, чтобы не потерялись. Потому что тут разные мерные ложечки, видите, удобные. Тут сколько идет? Два с половиной миллиграмма. Одна чайная ложка и пять миллиграмм. Десять миллиграмм. Пятнадцать миллиграмм. И пятьдесят миллиграмм. Это где-то в каких-то рецептах что-то добавлять. Мы потом испытаем обязательно. Сейчас стяжку достану. У меня где-то стяжка есть. И на стяжку сделаю. Пока сюда положу. А майонез теперь будет вот так вот храниться. Сегодня получился повкуснее. Дети стали, потому что я добавила лимонный сок. И все. Удобно храниться будет. Если вам понравилось, то оставайтесь с нами. Собаки я уже сварила кашу. У меня курицам варятся. Суп я уже тоже сварила. Сейчас наложу деткам остужать. Сейчас вам все покажу. Сварила вкусный супик. Вот такие вот щи не сильно густые. Щи у меня дети как-то едят, но не очень. Вот так вот. И хочу сегодня достать на завтра, чтоб мне желудочки сделаю. С гречкой, наверное. Ну и супик тоже какой-нибудь сварим. И думала, тесто завтра достану и сделаю трогалики. Ну посмотрим. Что-нибудь придумаем на завтра. Надо мне сегодня придумать, что мне завтра приготовить. Если вам понравилось сегодняшнее видео, не забывайте ставить лайк и подписаться на наш канал. Тут у меня вышивка стоит. Пыталась повышевать, но так и не смогла. Ну ладно. Вот такое у нас было сегодня видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...